Здравствуйте! Сегодня необычное видео, хочу поделиться с вами своей радостью. У меня появился манекен София от компании One Forms. Он просто фантастический, большое открытие для меня, и я искренне хочу, чтобы вы тоже знали о нем, поэтому решила записать такое видео. Если вы тоже в будущем думаете о манекене, обязательно посмотрите это видео, чтобы знать, на что обратить внимание при покупке. Наверное, вы знаете, что манекены бывают разные, именно портновские манекены. Они могут быть твердыми, например, из пластика, и мягкими. Они могут менять размеры, либо быть одного фиксированного размера. К слову, я не сторонник раздвижных манекенов. Они могут иметь конструктивные линии, а могут быть без разметки, чистым полотном. София, на мой взгляд, идеальный универсальный манекен. Она подходит для пошива абсолютно любых изделий. Видите, у Софии есть ножки. Благодаря этому на ней можно примерять не только плечевые изделия, то есть платье, вузы, рубашки, жакеты, пальто, но и поясные изделия, брюки, шорты и даже нижнее белье. А манекен, который не имеет ножек, к сожалению, не получится использовать для примерки поясных изделий. Поэтому, если вы думаете о покупке манекена, обязательно обращайте внимание на этот момент. София мягкий манекен. Внутри пенополиуретан. Это очень прочный, но одновременно очень упругий и мягкий материал. Его можно сжимать, и он сразу же возвращает свою форму. В него можно вкалывать булавки под любым углом, на любую глубину, бесконечно много раз, и он останется в первозданном виде. Я в последнее время люблю создавать одежду методом наколки, и для этих целей манекен просто идеален. А мягкие манекены, например, из пенопласта, не самый лучший вариант для наколки, потому что при регулярном прокалывании он начинает крошиться и проминаться без восстановления. Снаружи чехол из стопроцентного хлопка с влагой и грязью, отталкивающей пропиткой. Поэтому необходимости снимать чехол для стирки не возникнет. Его можно просто протереть влажной тряпочкой. Еще, благодаря такому сочетанию материалов, манекен Софии можно использовать для влажно-тепловой обработки изделия. Вы представляете, это как большая многофункциональная колодка для ВТО. Можно просто надеть изделие и протяжить нужный участок. Или, например, провести финальное отпаривание изделия. А с жесткими пластиковыми манекенами такого делать ни в коем случае нельзя. Если честно, я искренне так улюблена в этот манекен, что могу долго о нем говорить, но расскажу о ключевых для себя преимуществах. Мне кажется, они тоже для вас будут важны. Когда я работаю с тканями на манекене, не очень люблю использовать наручную игольницу. Зацепляю я ее ткань, нитки, а еще неудобнее тянуться к столу за каждой булавкой. У манекена есть магнитная крышечка, игольница, которая легко фиксируется сверху. Также у Софии необычные и, я считаю, очень практичные линии разметки фигуры. Линии рельефа спереди, по спинке, уровень и центр груди, линия под грудью, линия у начала ног. Благодаря этому на манекене с легкостью можно конструировать, особенно муляжным методом, и примерять все от белья до шубы и пальто. Еще мне нравится, что конструктивные линии это швы, а не контрастные полоски. Это максимально эстетично и при этом функционально сохраняется. И поэтому манекен можно использовать для демонстрации изделий и товаров, например, если вы шьете на заказ, если у вас ателье или магазин. Дополнительно к манекену можно приобрести аксессуары. Опору кристаллина на колесах, на каждом колесике есть топор, а еще фиксатор вращения. И все это вместе позволяет манекену не двигаться, пока вы работаете с ним. Также из дополнения есть мягкая голова, которая крепится магнитом к шее и руки. Я купила полный комплект на сайте oneforms.com. Кстати, его можно купить в рассрочку, и доставка производится по всему миру. И мне особенно радостно, что такие шедевры создаются у нас в России. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Возможно, вы узнали что-то новое, сделали для себя выводы на будущее. Если будут вопросы, напишите мне в комментариях, я поделюсь своим опытом и наблюдениями. Желаю вам хорошего дня, до встречи в следующих видео.